МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высота – 2,5 метра. Длина – 9 метров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Артка К-1595 принадлежит компании «Уилка Марш». Он осушает водянистую почву. Этой машине нет равных в миллиардативных работах. 9 метров в длину, 3,5 метра в ширину и 2,5 метра в высоту. Мощностью 230 лошадиных сил и весом 9,5 тонн. Этот мамонт может прокопать траншею глубиной до полутора и шириной почти 2 метров по сырой, грязной, болотистой местности, проходя до 5 километров в день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Грязь разлетается на расстояние до 25 метров. Эта машина, безусловно, поможет вам воплотить поставленную задачу. Попробуем описать весь процесс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет ни одного подходящего слова, чтобы описать эту машину. Когда я впервые увидел все, что я мог сказать, господи, ну и громадина, автомонстры, и рядом с ней не стояли. Когда этот траншея-копатель разбрасывает грязь, кажется, будто вокруг него стоит облако пыли. Вокруг лишь разлетающаяся в стороны грязь, вплоть до того, что не видно самой машины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пыль может быть не единственной причиной, по которой вы не видите этой машины. Это единственный экземпляр в Соединенных Штатах, работающей в Северной Каролине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это шахтерский район рядом с Авророй в Северной Каролине. В шахтах мы добываем фосфатную руду, которую применяют при производстве многих товаров. От удобрений и до очищенной кислоты для газированных напитков. После извлечения фосфата почва возвращается на первоначальное место, а машины движутся дальше. Обычно на возвращение почвы к изначальному состоянию уходит 12 лет. Но с этой машиной можно отнять от этого срока 2 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так зачем использовать Артка за 350 тысяч долларов, когда можно найти что-то дешевле? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ответ прост. Он копает V-образные траншеи. Этот траншей-копатель выкапывает V-образные траншеи с краями под углом 35 градусов. Если бы края были под прямым углом, земля бы не держалась, и они бы обвалились. Во внутреннем траншеям вода стекается к периметру, а из траншей по периметру вытекает из этого района. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но попытайтесь проехать по такой почве, и у вас ничего не получится без этих шести гигантских колес. Каждой высотой с водителя, весом 900 килограммов, а также диски, в 9 раз тяжелее. И каждая стоит 10 тысяч долларов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Специальные шины этого землекопа устанавливаются на 24-дюймовый диск. Их всего шесть. Длина и ширина каждый метр девяносто. Внутреннее давление одна атмосфера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Колеса удерживают это чудовище на плаву. А 15-сантиметровый протектор работает как пропеллер, движущий его через воду и грязь. И все для того, чтобы копать траншеи. Это задняя часть машины. Резак вгрызается в землю примерно на полтора метра. Диски входят в землю под углом 35 градусов, отбрасывая грязь на 25 метров от машины. Резак сделан из прочной стали, зубцы созданы из твердого сплава. Сам резак весит примерно тонну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По центру машины расположена ось изгиба, управляемая гидростатическими дисками. Поворачивая влево и вправо, машина помогает протягивать вперед заднюю часть с резаком. В руках опытного водителя Артка может пройти почти везде. Спросите Джерри Бэба. Проведя 9 лет за рулем, он все еще может выжать из машины все соки. Первое, что я вспомнил, увидев эту машину, фильм «Безумный Макс» и старые игрушки. Она показалась мне огромной и потрясающей. Когда мне сказали, что я сяду за руль, я решил, что они с ума сошли. Это было нечто. Мы работали там, потому что ни одна другая машина не могла с этим справиться. Мы можем пройти через любое препятствие. Вы слышите лишь рев мотора и видите лишь летящую грязь. Шум от нее. Пуски грязи размером от маленьких капель до ваших кулаков разлетаются во всех направлениях. Но все должны четко следовать правилам безопасности. Если человек подойдет слишком близко и грязь попадет в лицо, он может повредить глаза. Когда эта машина работает, опасностей много. В наблюдателей может попасть земля, летящая из резака. Есть опасность попасть под машину. Видимость сильно ограничена. Множество шлангов под очень высоким давлением с горючими жидкостями. Поэтому, когда вы приближаетесь к этой гигантской машине, водитель должен заметить вас до возможного возникновения опасности. Но эта машина не для того, чтобы наносить урон, а наоборот, чтобы восстанавливать. Превращать это вот в это быстрее, чем когда-либо. Любые действия человека меняют ландшафт. Мы пытаемся восстановить его как можно лучше, и иногда получается даже лучше, чем было изначально. Если бы нам пришлось работать без этого гиганта, нам бы пришлось тяжело. Совсем тяжело. Скорее всего, мы бы вообще не справились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА